друзья всем привет всем доброе утро я вышла снег маленько почистить занесло а снег идет вот маленький да дружок так же помогал что-то уже надоело спасибо 10 градусов на улице вот 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 Продолжение следует... 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 в общем мы все перемешали не надо взбивать просто перемешать нас так теперь в эту муку где у нас два с половиной стакана добавляем две чайные ложки у меня домашняя у кого магазинная пачечку разрыхлителя я добавляю 2 чайные ложечки и перемешиваю и буду постепенно добавлять эту массу перемешивать буду руками венчиком так помаленечку добавляем муки и начинаем сразу же перемешивать так как здесь разрыхлитель и в одну сторону никак попало стараемся в одну сторону быстренько вмешивать разрыхлитель сразу начинает работать начинает пузыриться в общем вот так вот в несколько приемов пока не закончится мука сыпала последнюю муку в общем чтобы тут не было не про мясо что все было хорошо промешано промешиваем посмотрите ну как пузырится все пузырится сейчас мы все это будем выливать на противень я включила духовку и подготовила противень застелила бумагой так у нас тесто будет разделяться на две части одна часть будет белая другая часть будет какао вот эту часть нам нужно разделить на две части поэтому вот противень укладываем так тарелочку чтобы он у нас был с наклоном в эту часть выливаем белый белое тесто примерно пополам надо разделить примерно было пополам распределить его так в остальную часть я добавить какао ложку какао еще маленечко вот такой у меня какао золотой ярлык можно у кого какое есть набираем одну ложечку столовую какао нужно его видать на просеи чтобы не было комочка и вот эту часть размешать хорошенько она была однородная размешали и выливаем вторую часть прям вот так вот маленечко она будет заходить так теперь мы убираем тарелочку и вливаем остатки вот так у нас должно получиться одна светлая одна темная сторона нагревается духовка до 180 градусов и ставим выпекаться минут 30-40 у кого какая духовка ну конечно поглядывать и готовность проверять шпажкой бисквит спекся я его шпажкой проверяла он смотрите какой высокий шпажка сухая в общем кажется он одним цветом когда его разрежешь он двухцветный все даем ему полностью отдохнуть часа 4 он должен отдохнуть ну что друзья наш корж отдохнул 4 часа он простоял у нас остыл полностью отлежался и сейчас нам нужно его освободить вот этой бумаги так теперь нужно взять какую-то тарелку я буду вот сюда его укладывать такую тарелку мне надо такую тарелку взяла в общем ставлю его по центру эту тарелочку и мне нужно вырезать круг по тарелке это будет основа для торта затем берем можно взять эту пластиковая где-то у меня беленькая шпатель вот так у нас получается видите теперь все вот эти краешки мы будем резать эти какой он высокий ну и сама основа тоже она высокая поэтому я срежу была потоньше не теперь я срезала смотрите какой пористый бисквит получился в общем вот это будет основа нашего торта вот так я и укладываю сюда а эти все будем резать такими квадратиками вот столько у нас получилось резаного бисквита так у меня здесь в баночка с ананасами их надо отсюда вытащить и порезать сок сливаем сюда и пропитаем наш корж так они у нас были готовы не квадратиками вот такими будем прослаивать готовим крем я этот торт пику на я уже года три подряд на новый год на день рождения и всегда использовала вот такую сметану 20 процентов 3 баночки вот такие сметаны по 350 грамм и с добавлением желатина общем в этом соке ананасовым я сюда высыпала пачечку желатина вот такого он разбухал потом я подогревала на воде так минут сколько 30-40 постоит я подогревала на водяной бане и процеживала в крем потому что с такой сметаны не сбивается с помощью желатина он загустевал в этом году я хочу попробовать по-другому если у меня получится то хорошо если не получится то буду добавлять желатин общем здесь две баночки вот такой вот сметаны и у меня вот в этом году воля привозила домашняя сметана я думаю если я соединю то она может быть даже взобьется не будет хорошо в общем здесь нужно килограмм примерно грамм 800 сметаны если вот такой от магазинной на любой наверно так потому что торт большой он очень большой получается так я выкладываю и сюда засыпается например если с одной сметаны стакан сахара я сделала пока у меня было время в общем я сделала сахарную пудру можно той то я высыпаю сюда сахарную пудру бокал в котором я все измеряла такой же бокал сюда сахарная пудра здесь чуть больше поэтому я немножко не засыплю вот так вот и добавлю ванилинчик уже последний и все и буду ставить взбивать получится получится не получится значит будут добавлять желатин вот такой время сделала так все я это вытаскиваю сейчас будем собирать тортик такой крем собираем на что смазываем подошву подошву нижний порш что были смазаны раскладываем узнаете не прям все и по кругу а так вот стараемся укладывать нарезанные вот эти квадратики чем пор большой получается друзья не жалеючи так девочки до конца и до конца я покажу потом что надо сделать вот так вот три вида уложили надо его теперь уплотнить немножко и и чтобы он ровненький был никуда у нас не уехал так вот его маленечко все и дальше собираем вот так вот и собираем дальше пока у нас не закончится вот эти квадратики я использовала весь крем весь весь смазала сейчас его друзья такой тяжелый вообще вот тут очень много сейчас я его вынесу на веранду пусть он возьмется хорошо и мы еще сделаем глазурь поливаем его шоколадной глазурью друзья ну и последний штрих нужно украсить в общем здесь 50 грамм шоколада и 30 грамм масла сливочного я на 30 секунд ставила в микроволновку можно растопить это все на водяной бане кого нет микроволновки ну и все и начинаем украшать вот такими узорчиками такие как потеки делаем вот такой вот друзья получился новогодний тортик панчо сделан в домашних условиях он очень вкусный он тяжелый он большой здесь хватит на большую семью и не на один день вот друзья он не сложный его легко печь так что может быть кто захочет спечь такой тортик вообще не трудно даже ну и все друзья но я с вами буду прощаться всем пожелаю крепкого здоровья всех с наступающим новым годом всем всего хорошего всем пока пока